В течение трёх часов в ветеринарной лаборатории центра шла операция. Сотрудники Велеса спасали жизнь четырёхмесячной лисице. Она попала под машину, у зверяка сломаны две лапы и, самое главное, повреждён позвоночник. Самостоятельно выжить этот пациент точно не сможет. Это теперь нам навсегда. Поэтому перспективы у неё какие-то. Если начала, и слава Богу, будет на лапах на передних бегать. Если повезёт, немножко на верваться и обстановить. Ты просыпаешься, моя красавица. Центр Велес – единственное в России место, где спасают искалеченных диких животных. Искалеченных, как правило, человеком. Это звери, сбитые машинами, попавшие в браконьерские капканы. Если животное можно выходить, его лечат и отправляют обратно в лес. Но такие случаи скорее исключением. Большинство пациентов остаётся в Велесе навсегда. И их надо кормить. В основном нужны субпродукты. Куриные рыбьи, кости для медведей, ягоды, яблоки, морковь, капуста. Простые овощи. У центра есть все необходимые государственные аккредитации. А денег нет. Посильную помощь оказывают волонтёры. Добровольцы собирают траву для копытных, покупают овощи и фрукты. Без помощи этих неравнодушных людей, рычащие, мычащие, хрюкающие и каркающие обитатели Велеса не выживут. Спасибо. Потому что я люблю животных, хоть какую-то помощь оказывать. И мы травы собираем сюда ездим, по возможности. Кто-то деньги прием, кто-то продукты всякие. Каждый из медведей в день съедает по ведру яблок. Косолапых в центре четверо. Лосям нужна морковка, куницы, хорьку, куриные потроха. За короткие летние месяцы необходимо построить новые вольеры для лосей и лисиц. А значит, за защитникам нужны стройматериалы. Любую помощь примут с благодарностью. Съемочная группа Вестей тоже не осталась в стороне. Мы привезли с собой пару килограммов яблок, чтобы угостить много, к примеру, вот этих красивых пони. Ну и осликов тоже покормим. Леонид Афанасов, Сергей Томюк, Михаил Колесников, Ольга Потапенко. Вести. Ленинградская область. Ленинградская область.